всем здравия вы находитесь на канале братьев приходько а мы сегодня собираемся на рыбалку и в общем как вы просили много раз этот процесс частично правда все таки мы решили снять и показать как мы там готовимся какие-то кадры попадут в общем от обычного сбора в принципе любого рыболова в общем начинаем поле подошел как раз помогать грузится потом на рыбалочку на рыбалочку на рыбалочку заливали банку свинцом для груза на течение для камеры потому что пробовали как оставить трубу не на каждом течении нормально то есть на совсем большом течение не очень получается трубу дергает решили вот так попробуй а так в целом готовимся на рыбалку скорее всего с начелкой может быть двумя пойдет сейчас еще немножко свинца доплаваем и начнем мотошобакой заниматься готовить маленько отработочки нальем на цепь тоже на дальние поездочки берем с собой иногда бензопилу и вот отработку заливаем обычно сюда чтобы цепь смазала всего потихоньку полегоньку собираем проверяем протягиваем и потом поедем сейчас хотим мото собаки масло поменять за прошлый сезон получается примерно отъездили где-то километров около 600 может быть 700 и в общей сложности получается за полтора сезона мы на нем откатали приблизительно где-то 870 900 тысяч примерно о 900 километров 900 тысяч еще не отходили поломок у нас особо никаких нет цепчу рвалась задняя стенка у короба вот немножко но мы ее сделаем болтики как я нашел их не хватило хочу на болты там посадить и глушитель у нас так и не открутился и так и не развалился особо сильно моего плюс ко всему еще и подварили единственное болт тут у меня открутился и или я его а это я его откручиваю сорвал ему голову нам ребята выслали глушитель вот скорее все тоже будем ставить обновим его будет у нас новый мотобуксировщик вот сейчас пока масло поменяем натянем цепь смажем соответственно цепь приготовим все съездим на рыбалочку масло у нас вот сливается с этой пробки вот сливную пробку надо откручивать заливается сейчас вам покажу где вот видите тут ищут как раз таки масляный заливается примерно как я понял где-то 850 900 грамм масла и надо мотособаку приподнять сейчас это все увидите поставили в упор 20 литровую канистрочку вот я сливаю масло вот вот такого в общем цвета свое дело масло делала потихонечку заливаем в общем масло сюда масло 5 в 40 лью синтетика и все время одинаковое в прошлом году менял такой же и сейчас тут у меня 900 грамм было так что не думайте что я литр весь залил где-то 900 грамм залил потому что здесь полностью литр это много как я понимаю сейчас как раз в щуп окунем и посмотрим я сейчас закручу посмотрим как так будет и потом поставим посмотрим как будет но здесь в общем как как будто бы минимум как будто бы минимум но это вот мотобуксировщик под углом стоит ну вот считайте готово немножко я цепь смазал скажем так маслом для двигателя и вот такой специальным спрейм смазкой тоже сейчас маленько сыпнем и желательно так делать после вине перед каждым выездом берем с собой свечку запасную новую цепь усиленную медкомплект да медкомплект для мотомоксировщика все необходимое так дальше что начну цепь ты все уже ослабил да 4 так давай ну да много не надо все затягиваем все хватит немножко решил крышку помыть тут от ремня накидала чуть-чуть за два года сейчас протру немножко бензинчиком смочил нормально отходит она не то что тут приелась по облепляла как будто бы изнутри это не масло движок я не мыл не протирал только вот площадку протер так внутри почище стало наведем сейчас порядок будет нормально сейчас тут тоже вот где цепь ржавчину накидала протру будет немножко посимпатичнее вот кстати единственная доработка наша на сегодняшний день пока это вот мы прорезали вот эту часть откуда выходит звездочка для цепи надо ее снимать ну саму звездочку я имею ввиду чтобы снять полностью крышку а мы вот сделали прорезь вот в таком вот исполнении каплевидном вот и все у нас снимается теперь нормально без проблем быстро гораздо удобнее в общем получилось а так больше ничего не меняли кто-то спрашивал много спрашивал людей модернизировали что-то вот единственное все вот единственное все нажать 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 не туда все ну уже лучше ну удобнее быстрее да снимается полностью так что это не мешает алюминиевые танистры натерли видимо это уже даже бензинчиком не возьмется немножко думаю протру его обновить так сказать с виду все загрузки готов загрузки но я тоже все вроде протер приготовил неудобно просто вот перехватывается правильно оптичет так поделится все поделится Ну и так мото собаку-то полегче немножко задирать ее. Ух ты, аж испугался. Говорит, хватит, точка, прям вовремя хватит. Я в саму собаку. Всегда с собой берем необходимый инструмент. Свистной ключ, молоточек небольшой, отвертки, необходимые ключи, в общем, ну и сам набор ключей. А здесь у нас всякие болтики, все крепления для саней, свечечки, ну и цепочка. То есть это тоже с собой берем. А также тряпки. Тряпки обязательно, тряпки без тряпок никуда. Какой-то кусочек проволочки на всякий случай, потому что без проволочки в лес, ну как. Там же нет проволочки. Вот. Вот. Все. Потащили. В общем, примерно так выглядят наши сборы. Вот, в принципе, все загрузили. Потом мы становимся вот так примерно, как я сейчас стою, и думаем, что же я забыл. И вот так вот смотришь, смотришь, смотришь по гаражу. И обязательно находишь именно то, что я забыл. Вот. Я забыл взять с собой огнеупорную ткань. Пожалуйста. Полотенце. Повторяем, да, этот процесс. Полотенце. Тряпки хоть мы и взяли, но какие-то полотенце. Одно не наше. Мы возьмем такие рабочие, скажем так. Одно не наше. А, Саша на дно прихватили. Так, это кто не в курсе, гараж не наш. Это нам гараж на зиму друг хороший, Саша, предоставляет. Вот. Поэтому зацепили случайно на свое полотенце. И смотрим дальше. Опять же все-таки продолжаем. Вот леечку. Леечку забыли. Бензин-то мы как будем там, если что, доливать? Леечка. Вот уже три вещи. Потом смотрим опять на инструмент мелкий. Вот это нам надо взять. Отвертый конвей. Все. Вспомнил еще, о чем надо это отнести сначала. Бензобелом мы не берем. У нас дрова есть. И должны ребята взять. То есть, чтобы не тащить туда целую кучу всего. Будет одна. Но мы на одну ночь едем. Думали на две. В итоге получилось на одну. Ну ничего страшного. Дров нам хватит. В общем, если что, веток накопить, мы это наломаем. Трошки я хотел взять на всякий случай. А то у нас поврежденный. Я его еще пока не менял. Ага. Вот этот. Ну, на всякий случай возьму. Еще веревки какие-то. Веревки лишние не бывают. Самое главное, что я не взял. Вот как вот ехать без ключа-то. Так. Ну это вот, наверное, уже последнее, что я хотел взять. Хотя можно взять на всякий случай тормозочек. Вот такое вот устройство. Это в лунку. Сейчас покажу наглядно. Вот. На старом котелке лунку делаешь так. По-моему, уже показывали в каком-то видео. И, грубо говоря, окунаешь туда, разжимаешь и все. Конструкция никогда не выйдет вот эта вот. Ну это чтобы палатку не нанесло. То есть лунку пробурил, поставил веревочку раз и прикрепил, например, этой веревочкой уже к саму палатку. Опять же, когда вроде все, опять становишься и еще один раз обшариваешь все глазами. Чтобы уже убедиться 100%. Так. Ну теперь точно все. Ну и всю ночь впереди, подумаем, может вообще не получится поспать. А то обычно перед рыбалкой думаешь, думаешь, что ж там еще, как, что будет. У нас пурга сильная, я уже думаю, не замело ли там дорогу, куда мы едем. И найдем ли мы, если что, ее самостоятельно. Места я там не особо сильно знаю. Ну в плане конкретно, чтобы вот самому по целику пробить дорогу. Ладно, по вещам. Все вроде, собираем дальше вещи и поехали домой. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok